Виртуальная память файл подкачки и перенос его на другой жесткий диск. Но если тема фиксации размера была раскрыта полностью, то обоснование переноса виртуальной памяти на другой диск оказалось не раскрыто. Поэтому давайте разберемся с этим моментом. Итак, зачем перемещать файл подкачки на другой жесткий диск? К примеру, у нас, допустим, есть несколько жестких дисков. Чтобы это посмотреть, заходим в управление компьютером и управление дисками. У меня их здесь довольно-таки много, но системный у меня вот этот. Итак, у нас системный диск постоянно находится в работе, то есть считывание каких-то системных файлов, драйверов, программ и так далее. Поэтому, чтобы не добавлять ему еще проблем и работы с виртуальной памятью, лучше его переместить на другой жесткий диск. Но перемещать его нужно не на другой раздел. Вот, допустим, если бы у меня системный диск, то есть вот этот диск состоял из системного раздела и раздела для данных, то не надо перемещать виртуальную память на второй раздел. То есть здесь никакого улучшения производительности не будет. Почему? Потому что, собственно, считывающее устройство будет считывать с одного и того же диска и выполнять точно такую же работу, как если бы виртуальная память была на системном диске. Поэтому лучше переносить виртуальную память как раз на другой физический диск. И в чем здесь, собственно, будет эффект? Так как системный диск у нас занят считыванием различных драйверов, программ, работой со службами и так далее, то вот как раз другой диск, на который мы отправим виртуальную память, будет заниматься как раз обработкой виртуальной памяти. И таким образом мы как бы разделим обязанности. И у системного диска будет меньше, так скажем, обязанностей. Этим будет рулить у нас диск другой. Опять же, если у вас все-таки один жесткий диск и состоит из двух разделов. Это из системного и раздела для данных. То все равно лучше переместить его на другой раздел для того, чтобы освободить пространство системного диска. Но это уже на ваш выбор. Итак, второе это фрагментация виртуальной памяти. При переносе файла на другой жесткий диск может возникнуть один подводный камень. Это фрагментация. Возможно, второй диск уже использовался и он фрагментирован. И в данном случае, когда мы переносим виртуальную память на второй диск, и сама виртуальная память уже у нас будет фрагментированной. Тут уже исправить ситуацию нельзя будет, так как дефрагментатор не перемещает файлы виртуальной памяти. Поэтому перед тем, как, собственно, переносить виртуальную память на другой жесткий диск, необходимо выполнить его дефрагментацию. Ну, допустим, такой программы, как Дефраглер. Вот здесь на скриншоте видно, что, когда я на другом компьютере переносил виртуальную память, что вот как раз диск D, где у меня хранятся данные, был фрагментирован. И, собственно, виртуальная память у меня тоже получилась фрагментированная и состоит из трех частей. Причем после дефрагментации ничего не изменилось, так как, опять же, дефрагментатор не перемещает системные файлы. На моем опыте вообще была такая ситуация, когда весь диск был буквально в полосках в этих зеленых. Это ужасно, потому что, ну, сами понимаете, виртуальная память раскидана вообще по всему диску. Это, естественно, ужасно тормозит виртуальную память и, следовательно, тормозит работу компьютера, так как приходится постоянно прыгать в разные области диска. После того, как я убрал, то есть, виртуальную память со второго диска, выполнил его дефрагментацию, появилась, собственно, вот такая ситуация произошла. Видите, теперь у нас виртуальная память находится в непрерывной последовательности. Следовательно, при считывании все будет происходить намного быстрее, не нужно будет прыгать в разные области диска. Но, опять же, если у вас только один системный диск, можно как выйти из данной ситуации? И вы, допустим, если вот эта дефрагментация у нас показывает, то есть, дефрагментатор из Windows XP показывает в виде визуального отображения, то в семерке такого нет. Поэтому здесь нам, собственно, поможет дефраглер. О нем я рассказывал в видеоуроке про дефрагментацию. Он также вот отображает у нас, собственно, карту диска. И вот, собственно, файл подкачки показывает, что все отлично. Он, в данном случае, у меня непрерывен. И то есть, здесь проблем не может быть. Но, если у вас вообще всего один системный диск, и вам его некуда переносить в виртуальную память, то лучше как сделать? В свойствах вообще отключаем файл подкачки. То есть, без файла подкачки задаем. Опять же, перезагружаем компьютер, выполняем дефрагментацию системного диска, и опять на нем создаем файл подкачки. Но, опять же, если у вас очень мало оперативной памяти, допустим, 256, то дефрагментатор может просто не запуститься. Итак, третье. Это, собственно, лучше перемещать виртуальную память на диск с большей скоростью чтения. Это также увеличит производительность. И, следовательно, для того, чтобы у нас узнать, какой из дисков у нас более скоростной, можно воспользоваться специальной бесплатной программой, которую скачаем на следующем сайте. stillbytes.com Итак, здесь переходим в Freeware, то есть, бесплатное программное обеспечение, диски и файлы. И вот программа HDSpeed. И, собственно, скачиваем ее. Она у меня уже скачена. Давайте я ее запущу. Так, ну тут выдается сообщение, что под знаком счета эти диски, ну, если есть знак счета, то, возможно, не все диски у нас отображаются. Это, собственно, контроль учетных записей за этим следит. Поэтому нажимаем вот этот чит, если у вас так же появилось. И делаем, что да, разрешить программе смотреть все диски. Так, давайте, допустим, в моем случае проанализируем. Вот, у меня системный диск. Жмем старт. И сейчас он будет у нас считывать информацию и проверять, собственно, с какой скоростью считывается информация с данного диска. Итак, у меня показывает в среднем где-то 55 мегабайт в секунду. Ага, отлично. Идем далее. Допустим, куда можно переместить эту у меня флешка и внешний диск. Вот, новый том. Стар. Давайте посмотрим, какая у него скорость. О, вообще отлично. 170 мегабайт в секунду. То есть, на него имеет смысл переместить виртуальную память. И также у меня есть третий диск. Ну, у этого скорость поменьше. Следовательно, отсюда видим, что у какого диска наивыше скорость, на него лучше, собственно, и перемещать виртуальную память. Но, опять же, может быть ситуация, когда и системный диск у вас с одной скоростью, и другие диски с одной скоростью работают. Тут же, опять, лучше все-таки переместить на другой диск, если нет разницы в том, на какой. То есть, собственно, на любой, но не на системный. Опять же, вот здесь надо быть осторожнее. Нужно выбирать режим чтения. Если выберем режим записи, он может сформатировать диск, который мы будем тестировать. Поэтому этого делать не стоит. Здесь только в режиме чтения. Ну и напоследок, хотелось бы еще сказать о нескольких таких моментах. Это первое. Если у вас установлено несколько операционных систем на разных дисках, не стоит для обеих операционных систем указывать виртуальную память на одном и том же диске. Могут возникнуть конфликты, и, скорее всего, возникнут. Чтобы убедиться в Windows 7, что у вас все идет по плану и файл подкачки не фрагментируем, лучше использовать портативную программу наподобие DeFragler, как вот я показал, собственно. Ну и третье. Если у вас много оперативной памяти от 8 гигабайт, то можно задать небольшой файл подкачки, чтобы его хватило для записи отладочной информации. Вот, допустим, у меня такая ситуация как раз обстоит. У меня 16 гигабайт оперативки. И я виртуальную память вообще назначил 1 гигабайт. То есть, допустим, я делаю без файла подкачки, да, и делаю задать. Мне выдает систему, что вот при отключении файла подкачки не менее чем 800 мегабайт отладочная информация не будет записана. То есть, в случае возникновения синего экрана смерти информации из оперативной памяти какие-то контрольные точки, по которым можно будет потом проанализировать, из-за чего он появился, не будут сделаны. Поэтому в любом случае, если даже много оперативки, виртуальную память стоит сделать для того, чтобы потом анализировать какие-нибудь неисправности в системе. обмен информацией между оперативной памятью и жестким диском намного быстрее. Естественно, обмен информацией между оперативной памятью, поэтому, собственно, здесь не имеет смысл выделять на жестком диске, потому что вот у меня вообще при максимальной загрузке где-то около 3 гигов оперативки используется. Поэтому вообще не имеет смысл виртуальную память мне создавать.